Привет, дорогие друзья! Снова с вами Зомбирус. На своих экранах вы видите первый гайд по Fallout 4. Сегодня я вам расскажу про место нахождения силовой брони, а также поведаю вам, от чего же зависит респаун разных моделей силовой брони. В Fallout 4 существует 4 модели брони. Т-45 из Fallout 3, классическая броня Т-51Б, новая броня Т-60 и легендарная Х-01, она же известная как броня Анклава. Броню вы можете получить тремя способами. Первый это квест, где вы получите мушкет и силовую броню Т-45. Второй способ это вступить в братство стали. Вам выдадут модернизированную броню Т-60 второго поколения. И третий способ просто найти в пустоши. В игре существует около 35 мест респауна силовой брони. Я пока что знаю только 11. Сразу скажу, что модель брони полностью зависит от вашего уровня. С первого по десятый уровень вы получаете Т-45, с десятого по двадцатый Т-51, с двадцатого по тридцатый Т-60, а с тридцатого и выше вы получите легендарную броню Анклава. Первый респаун находится на востоке от станции Ред Рокет, между свалкой роботов и станцией Оливия. Броня стоит рядом с разбитым вертебертом. Второй спаун в озере, который находится на юго-востоке от закусочной и открытого кинотеатра. Броня стоит под водой рядом с разбитым вертебертом. На юге от той же закусочной, около мелкого озера, вы найдете броню в вагоне. Для открытия клетки вам потребуется взломать терминал. Скилл у вас должен быть прокачан на две звезды. Четвертый спаун я нашел недалеко от поселения Тенпейнс Блав. Восточнее данного поселка вы на железной дороге найдете клетку с броней. Для открытия вам нужно также взломать терминал в синем вагоне. Пятый спаун находится в светящемся море, на локации заброшенная лачуга. В ней вам нужно открыть чемодан и забрать ключ. С помощью ключа вы открываете подвал, где находится военный комплекс. Там вас встретят три синта и протоктерон. В самом низу, на третьем уровне, будет находиться броня. Вокруг тренировочной площадки национальной гвардии можно найти четыре спауна силовой брони. Первый находится в бункере тренировочной площадки. После взлома терминала будет доступна комната, где будет лежать броня. Но когда вы выйдете на улицу, вас встретит security bot. Если у вас низкий уровень, даже не стоит лезть в эту локацию. Западнее этой же локации на берегу можно подобрать броню около разбитого самолета. Севернее вы найдете броню в грузовике. Но, внимание, ее охраняет легендарный мистер Хэнди. Так что, если низкого уровня, этот мистер Хэнди вас порвет. Западнее от тренировочной базы находится несколько локаторов. На вершине одного из них также находится броня и фэтмен. Южнее форта Харк и клиники по переливанию крови в одном из военных ангаров вы также сможете найти силовую броню. И последняя локация, которая я знаю, находится в доме номер 35. Для того, чтобы вам туда попасть, нужно переместиться в таможенной башне. От нее вам нужно идти налево. Заходите в зеленое здание и поднимайтесь на крышу. Там вас ждет битва с легендарным роботом-охранником и штурмовым ботом. Если у вас не достаточно количества взрывчатки или очень низкий уровень, то вам абсолютная крышка. После убийства противников вам нужно активировать две кнопки, которые откроют доступ к броне. В моем случае броня выглядит как Т-51, но после того, как я ее взял, она превратилась в броню анклава. Вот такой небольшой баг. Но, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Вот такой вот у меня небольшой список локаций, где вы сможете найти силовую броню. Если вам помогло это видео, то поставьте лайк, сделайте репост. А также не забудьте подписаться и прокомментировать это видео. Но думаю, на этом все. Спасибо, что смотрели. Увидимся на поле боя. Пока. Продолжение следует...